Разида Алатипова в педагогике с 1986 года и прошла на этом поприще путь от старшей вожатой до завуча. А недавно освоила еще одну профессию – учителя-навигатора в профориентационном проекте «Билет в будущее». Он помогает ребятам в выборе будущего места для поступления и работы. Мы просматриваем ролики, мы проходим диагностику, и потом обязательно с каждым из них я как тьютор провожу индивидуальное собеседование. То есть я поясняю те результаты диагностики, которые они получили. То есть мы смотрим, какие личностные качества у человека, где у него западающие, что ему из soft skills нужно подтянуть, например. И в этом плане у нас очень хорошо сейчас работает внеурочная деятельность. Такие профориентационные занятия приносят свои плоды. Ученики старших классов лучше видят перспективы будущего и точно знают, куда им поступать. Сейчас программа расширяется, в ней будут участвовать ученики с шестого класса включительно. Билет в будущее – не единственный проект, в котором участвует Розидан Азифовна. Сам ее переезд из степей Казахстана в поселок Харлу прошел по программе «Земский учитель». Выиграв конкурс «Земский учитель», я приехала сюда, в Харлу, нисколько не жалею об этом, потому что, да, это своего рода опыт, но люди здесь и ребята здесь другие. Они абсолютно другие. Они более открытые, они более доверчивые. Основной целью программы «Земский учитель» является помощь специалистам при трудоустройстве в сельские школы. Она действует с начала 2020 года и помогает учителям получить до 1 миллиона рублей при переезде в сельскую местность. В этом году программой воспользовались 15 педагогов, которые преподают в карельских школах. Алексей Неживенок, Максим Зверев, Служба новостей.